Мой дом родной, страна моя, Мои стихи посвящены тебе, моя Беларусь, И мамочке моей, люблю тебя, мамулечка, Ты лучше всех на свете. Это стихотворение собственного сочинения Маша Колупаева посвятила своей маме Ольге, которая в этом году в числе 14 женщин области получает самую трогательную награду – Орден Матери. Этой хрупкой девушке нет и 30 лет, зато дом уже полная чаша, муж и пятеро детей. Когда мы женились, сразу запланировали большую семью. То есть постоянно каждый ребенок желанный и запланированный. Их утро начинается, как в обычной семье. Ранний подъем, завтрак, проводы в школу. Казалось бы, всех причесать и накормить непросто. Однако Ольга уверена – и горы по плечу, когда есть мощная поддержка. У меня замечательный муж, который помогает во всем, поэтому и на себя у меня время тоже есть. Старшие помогают, они с младшими. У нас в доме вообще взаимопонимание, взаимовыручка, они дружные. В этом доме никто не сидит на месте. Например, будущие артистки Маша и Ксюша регулярно устраивают концерты. Девочки уступают на разных конкурсах и даже имеют награды. Зрители самые благодарные. А вот первокласснику Саше не до развлечений. Он вместе с папой занимается настоящей мужской работой. Самые маленькие – Ксюша и Виталик, или, как его называют, домашний Виталек. Они ходят в детский сад, где тоже не скучают. У меня был театр. Ну и что там показывали? Вот там был котик. А в свободное время ребята все вместе играют или смотрят мультики. Чип и Дэл мне нравятся. Малитал пони. Малитал пони для девочек только. Ну мы, когда Виталек спит, и когда его нет, мы любим с Ксюшей посмотреть, а потом поинтересовать. А то Саша психует, что мы включаем девчачьи мультики. А в принципе сам их иногда смотрят. Ну вот именно. Нет. Трудность, наверное, не в каждой семье есть, мне кажется. Быть какой-то не... Я бы не сказал. Ну все, ну чего-то не хватает, чего-то есть, чего-то нет. Поэтому, вот, боремся потихоньку. Своим примером и Ольга, и ее муж Виталий рушат все стереотипы, связанные с многодетными семьями. В их доме все дети чувствуют себя нужными. И дело не только в безграничной любви к семье. Несколько лет назад Ольга потеряла маму, которая была ее главным советчиком и главной подругой. Поэтому сейчас девушка хочет, чтобы ее дочки и сыночки относились к ней прежде всего как к другу. Я делаю все, чтобы быть достойной мамой. И дать достойное воспитание своим детям. То есть все возможное, то, что вот в моих силах они имеют. Я так думаю, что и любви, и ласки, внимания, заботы, всего им хватает. У нас мама красивая. Умная. Еще она очень любит с нами играть. Помогает нам делать с уроками. Ну, не так, что помогает. Готовит. Да, она, мы любим, когда она готовит. Там она, когда готовит, тихтели вот такие в соусе, очень вкусно. Ольга и Виталий уверяют, с одним ребенком сложно, а когда их пятеро, уже нет. Планируем. И дети хотят. И они уже даже, да, говорят, позвоните Аисту. Мы хотим братика, сестричек. У всех числа вообще разные. Кто семь, кто одиннадцать. Ну, я вообще не против, правда. Пока это дети, это наше все. Ради них только, наверное, стоит жить. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дисциплина прежде всего, говорят сотрудники Государственной инспекции по труду. В октябре они ездят по объектам строительства и производства города. В Могилеве проходит месячник безопасности труда. Цель – не допустить несчастные случаи, а они бывают. Всему причиной ненадлежащая трудовая дисциплина, считают госинспекторы. Это не ограждены перепады по высоте, не стационарными ограждениями, не сигнальными ограждениями. Открытые проемы вы видели сами. Не все работники обеспечены спецодеждой. В частности, сварщик проводил работы огневые, должен был обеспечить специальной одеждой, которая должна соответствовать определенным требованиям о горючести. А он, как вы видели, работал в джинсах и в елоновой куртке. Этот строительный объект – многоквартирный дом в жилом районе Казимировка. Десятиэтажка построена наполовину. Жильцы ждут сдачи объекта к началу весны. Рабочие торопятся и в спешке не обращают внимания на собственную безопасность. К сожалению, есть человеческий фактор, который всегда мешает прийти к нам к идеалу. Есть минимальные нарушения, но мы их будем стараться устранять. И для этих целей у нас на всех объектах закреплены инженеры охраны труда. Прорабатываются все недочеты. Я думаю, что в ближайшем времени будем близки к идеалу. Но это производство, а тем более стройка, конечно, совсем идеально, без нарушений. Практически невозможно работать. Но мы будем стараться и стремиться к этому. Сотрудники госинспекции труда отмечают, рабочие стараются. С дисциплиной на строительных объектах в этом году лучше, чем в прошлом. Но все-таки четыре несчастных случая говорят о том, что в стройке объект повышенной опасности. За охраной труда надо следить внимательно. В ближайшее время сюда с проверкой вновь придут мобильные группы в надежде, что все грехи будут устранены. Как и на соседнем объекте. В этом доме идет внутренняя отделка. Инспектор обращает внимание на целый ряд проблем, связанных с электрикой. Отсутствие запирающих устройств щитовых, неиспытанное сварочное оборудование, проблемы при подключении электрических проводов. Это может привести как к электротравме без смертельного исхода, так и к электротравме к смертельному исходу. К сожалению, такие случаи даже здесь, в микрорайонах Казимировка, происходили. Все нарушения, которые сегодня были выявлены, надеюсь, что будут в скором будущем устранены. И не приведут к летальному исходу, как это было в 2011 году здесь, при строительстве социальных объектов. В этом году мобильные группы уже побывали на 102 строительных объектах Могилева. Обнаружили 1035 нарушений. Большинство из них устраняются оперативно, но, к сожалению, не все. В этом году в городе зафиксировано 20 несчастных случаев на производстве и строительных площадках. Один человек погиб, еще 19 получили тяжелые травмы. Об этом надо помнить, когда в следующий раз кто-то забудет пристегнуть трос, проверить исправность оборудования или одеть защитную одежду. Следить за безопасностью труда государственные инспекторы продолжат и далее. Осень полностью вступила в свои права. И это видно не только по желтой листве на деревьях, но и по людям в белых халатах с уколами, которые появляются на предприятиях. С октября по ноябрь проходит вакцинация против гриппа. Вот работники телерадиокомпании Могилев активно прививаются. Мы традиционно каждую осень приходим на прививку. Здесь на телевидении это все на месте происходит. Но жена делает все на работе, сын, соответственно, у себя в школе. Поэтому ежегодно стараемся прививаться. Но, надеюсь, не заболеем этой зимой. Многие могилевские предприятия очень благосклонны к коммунизации. Не первый сезон за свои средства покупают вакцину, чтобы привить сотрудников. Бабушкина крынка, лифтмаш, химволокно, булочно-кондитерская компания «Домочай», где, например, в этом году планируют вакцинировать 40% работников. Хлеб выпекается круглосуточно. Люди должны работать в сменах. Люди должны быть здоровыми, потому что работают по 12 часов каждая смена. Но для нас это очень важно. Руководители, конечно, должны подсчитать экономический эффект от вакцинации против гриппа. Ну а каждый работник вправе подсчитать стоимость своего здоровья. Кстати, ВОЗ рекомендовала прививки как единственный реальный способ создания коллективного иммунитета. Меня вот племянница и дочка просто еле спасли. Потом еще были осложнения. И с тех пор я решила, вот это, говорю чистую правду, что никогда больше я не вступлю в зимний период, осенний, зимний, весенний, без прививок. И я очень рада, что нас прививают. И я всегда прививаюсь вот здесь, на предприятии. На своем примере хочу сказать, что прививаюсь постоянно. Ежегодно, 10 лет уже делаю прививки. Проблем никогда не было. Всегда, все нормальные чувства. Делать прививку имеет смысл до наступления сезона простудных заболеваний, говорят эпидемиологи. Уже через две недели после прививки в организме накапливаются противогриппозные антитела. И он становится невосприимчивым. Достаточно иммунная защита сохраняется от 6 месяцев до года. Привитое население в текущем году болело, работающее население болело в 9-11 раз меньше, чем непривитое на этих же предприятиях. Ну а экономический эффект составлял до 65 рублей на каждый рубль, вложенный в вакцину. В разговорах про вакцинацию против гриппа много споров и мнений. Каждый решает сам, сделать прививку или повесить чесночные бусы. Но основная цель такой кампании не снизить заболеваемость посредством прививок, а снизить количество осложнений после гриппа. В этом году циркуляция предполагается вируса H1N1, который ранее широко на территории нашей республики, в том числе и области, не циркулировал. Поэтому более большое количество неиммунных и возможны заболевания людей. Бесплатная вакцинация против гриппа проводится в поликлиниках по месту жительства. Всем детям с 6 месяцев, пациентам с хроническими заболеваниями, беременным, учащимся в учреждении образования, работникам отдельных профессий, а также лицам старше 65 лет. Коротко о последних событиях Могилева. Могилевские лифты примут участие в международной выставке в Германии. Тематическая экспозиция на выставке «Интерлифт-2017» будет работать с 17 по 20 октября в немецком городе Аугсбург. Это, кстати, самое крупное событие такого рода в своей отрасли в мире. Могилев-лифтмаш представит кабину пассажирского лифта в оригинальном дизайнерском исполнении. Могилев новогодние праздники украсит по-новому. Концепцию оформления города разработало Управление архитектуры и градостроительства горосполкома. На площадях и улицах областного центра появится немало новых конструкций и композиций из светодиодных элементов. Их начнут устанавливать с 1 декабря. Ярче и многообразнее предлагают украсить площадь Славы, которую намерены сделать эпицентром всех новогодних мероприятий в городе. Кстати, у торгового центра в Казимировке планируют не только установить праздничную елку, но и обустроить каток. Всего прошлой зимой в Могилеве работало 28 ледовых площадок без ограждения, которые в основном расположены при учреждениях образования и 16 хоккейных коробок. Каждую из них сейчас будут осматривать на предмет необходимости проведения ремонта. В Могилеве за три дня посмотрят 240 анимационных фильмов. 20-й международный фестиваль анимационных фильмов «Анимаевка» пройдет в областном центре с 26 по 29 октября. Свои работы на конкурс прислали представители 46 стран. Впервые для участия в конкурсах заявлены фильмы из Восточного Тимора, Мьянмы, Объединенных Арабских Эмиратов, Таиланда, Уругвая, Филиппин и Южноафриканской республики. Могилев, Гончаров, Каталочин, Друцк, Круглое. Это не просто название городов, это маршрут необычной краеведческой экскурсии. Организована она была сотрудниками Могилевской таможни. И не для того, чтобы просто полюбоваться осенними пейзажами Могилевщины, а чтобы прикоснуться к таможенным столбам, которым уже более двух веков. Наша экскурсия была такого плана тематического. Мы отправились на окраину Российской империи. Пять километров от Толочина, недалеко от реки Брудь, там сохранились таможенные столбы, как считают многие исследователи. То есть такие места, которые предупреждают пеших путешественников о том, что будет внимательно впереди государственная граница. Екатерина II писала белорусскому генерал-губернатору велеть обнести все пространство новых границ от одного края до другого столбами с императорским нашим гербом. В историко-краеведческом музее сохранился план города Толочина, составленный еще в 1810 году. На этом плане видны изображения здания таможни, поста с будкой и шлагбаумом. Сегодня от них сохранилось всего два столба. Они в чистом поле стоят, это же какие-то координаты. Он стоит вдоль дороги. Второй столб стоит вообще во дворе какого-то дома, обнесенный забором. Толочинская таможня была сожжена во время войны с Наполеоном. Границы государства со временем изменились, а пограничные столбы разобрали. Но строительный материал пригодился. Есть в городе Толочин костел святого Антония Пудуанского. Он строился после войны с Наполеоном в 1812 году. И есть интересные сведения о том, что кирпичи в основании здания брались из спаленной Наполеоном Толочинской таможни. Вторым пунктом необычной экскурсии стал Друцк. Уникальнейший памятник археологии. Это единственное городище в стране, где присутствуют все части средневекового поселения. Детини, Сокольный город, посад, земляные валы, ров и курган-могильник. Центр удельного княжества долгие годы был пограничным форпостом Полоцкой земли. Городок в свое время, во времена Древней Руси, располагался на шевленном торговом пути, зваряг в греке, и был по своей значимости не меньшим за Поло, за Витебск, за Туджатуров, Минск. Поэтому он тоже выполнял свои какие-то пограничные функции. Идея путешествий по таможенным местам принадлежит Владимиру Пухову, бывшему сотруднику Могилевской таможни. Было 200 церквей в этом городе. Первый, вот мы сейчас пойдем, там камень памятный есть, на который был церковь Святой Богородицы. Историк в душе, идейный вдохновитель и консультант. И, безусловно, пример для молодых сотрудников. Денис Иванов, один из составителей этого экскурсионного маршрута, поделился планами на ближайшее будущее. В кануне 25-летия в любом случае мы будем стараться что-то выпустить. Возможно, это будет книга, фотокнига. А сейчас разрабатывается новый, не менее интересный маршрут по таможенным местам Могилевщины. В белорусах это соправданная оценка книг. Они из книг, напевно, начались, сформировались. И весь час книги супроводжают период адраджения белорусов. Книги это то, что, напевно, за все выступают в якости некого материального нойзбита души народа. Выставка «Нация книг» статут ВКЛ 1588 года из Стародруки приехала в Могилев после месяца пребывания в столице. Для жителей нашего города особенно приятно, что Могилев первый после Минска увидел эту выставку. Такая связь не случайна. Для могилевчан книги это настоящее богатство, и Могилев принял активное участие в создании экспозиции. Мы дали практически все самые каштованные экспонаты. Это статут ВКЛ, это книга Казимира Семеновича Великого статства артиллерии, так само купленная за кошт громадкости. Это книга Диоптра Альбо Зерцала Могилевской друкарни, так само часовники и псалтыры Могилевской друкарни 18-го ста годзя. Могилевчане ценят свое наследие, чтут историю. Благодаря выставке «Нация» книг у нас есть возможность увидеть редкие издания Могилевской типографии из фондов Национальной библиотеки Беларуси. Книги, которые в Могилеве будут выставлены впервые. Мы не могли не выставить что-нибудь новое в тем лику тое, что вот, скажем так, ляжется и не запотребована. Это книги Могилевской ремокатолитской консисторской друкарни, которая еще раз подкрасливает про те мощные традиции книга друкования, которые основали в Оголе в Беларуси, так и в Могилеве. У гостей выставки есть возможность заглянуть и в виленскую типографию и увидеть единственный в Беларуси высший законодательный акт Великого княжества Литовского, Русского и Жемойцкого. Предшественника европейских конституций – статут ВКЛ 1588 года. Книга была издана на древнерусском языке в типографии Мамоничей в Вильнюсе. И сейчас статут находится в собственности музея истории Могилева. Кроме статута, Могилевский музей представляет книгу «Житие святых», напечатанную в 1702 году в Могилевской типографии, где есть знаменитая гравюра «Град Могилев». К слову, сейчас рисунок этой гравюры вместе со стародавним гербом Могилева изображен на стене здания музея истории Могилева на улице Ленинской. Книга друкования – это не только безумовная Библия, статут, но и протягут их традиции, которые протягиваются и на сегодняшний день, и то, что к этой книге именно это запотребованы. Экспозиция «Нация книг» – это возможность заглянуть в мир старинных и редких изданий из типографий Полоцка, Несвеже, Гродно, Могилева и Вильна. В Могилеве выставка пробудет до 22 октября. С чем ассоциируется слово «учитель»? Очки, груда тетрадей и руки – белая от мела. А что, если ваша учительница истории танцует современные танцы и жонглирует огнем? В школе номер 31 есть именно такой преподаватель – Ирина Сергеевна Смирнова. Танцами занимается с 4 лет, поэтому и собрала команду чирлидинга «Солнечный Олимп», чтобы им передать свой опыт. Всегда мне было интересно попробовать что-то новое, что-то необычное. В эстрадных танцах я уже, можно сказать, освоилась. А это достаточно новое направление, особенно для Белоруссии. В команде не только девчонки, но и мальчишки. Они – старшеклассники 31-й школы. Выступали на городских и областных соревнованиях, привозили призовые места. Танцоры во главе с Ириной Сергеевной ответственно подходят к постановке каждого номера. В основном моя хореография, конечно, но интернет помогает, потому что я не профессиональный чирлидер. Мастер-классы у нас присутствуют. Мы уже, наверное, в этом году дважды я была на мастер-классах чирлидинга. А вот к другому своему хобби – фаер-шоу преподаватель учеников не допускает. Все-таки там есть ограничения 18+. Выступает с огнем Ирина уже 7 лет. Однако признается, некоторым вещам приходится учиться до сих пор. За столько лет она выработала для себя свои личные правила безопасности. Многие почему-то считают, что нам не бояться огня. Нет, наоборот, нужно бояться огня, чтобы как-то ваша техника безопасности была максимальна, потому что все-таки это очень опасное направление работ. С огнем они практически точно так же выглядят, только, единственное, на цепях. И здесь также фитиля, которые обливаются керосином и загораются. Тоже очень много интересных движений. Можно сделать в том числе и парное кручение, когда вы находитесь вплотную с партнером и делаете те же самые движения, только на руку партнера и на руку, собственно, меня в данном случае. Как Ирина Смирнова все успевает, остается загадкой. Возможно, в этом ей помогает мощная поддержка учеников и коллег. Она выступала на 1 сентября в школе. Красиво очень было. Понравилось вам? Да. Как вы думаете, остальным учителям нужно тоже чем-нибудь таким заниматься? Ну, конечно, для себя, для души всегда нужно чем-то заниматься. А теперь о культурных событиях, что пройдут в Могилеве в ближайшие дни. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok С чем у вас ассоциируется брейк-данс? Для кого-то это рэп на голове, широкие штаны и андеграунд. Но времена меняются, из чего-то уличного брейк-данс превращается в настоящий спорт. Могилевские поклонники брейк-данса готовятся покорять новые вершины. И для этого у них есть все возможности. Уличный танец впервые в истории становится официальным видом спорта и уже добавлен в программу юношеских Олимпийских игр в 2018 году. Вообще брейк-данс зародился довольно давно, в 70-х годах еще. Состоит он из четырех частей фундаментально. Это топ-рок, это пауэр-мув, пауэр-трикс и фут-ворк из четырех основных направлений. Каждое из перечисленных направлений имеет свою базу движений, которые и отличают этот танец от всех остальных. Чем характерен этот стиль танца? То есть получается здесь не только как сами танцы, какие-то хореографические движения, постановки, но еще добавлена акробатика и различные стойки, которые взяты из гимнастики. Принять участие в соревнованиях смогут спортсмены в возрасте 14-18 лет, а вот начинать заниматься брейк-дансом можно уже с восьми. Занятия начинаются с разминки. Она помогает размять мышцы и подготовить тело к настоящему пластическому испытанию. Затем разучивание комбинаций. В основном брейк-данс танцует сильная половина человечества, хотя есть и исключения. В данном танце хороших результатов достигают и девушки. Кристина, скажи, пожалуйста, почему ты выбрала именно брейк-данс? Не бальные, не народные танцы, а именно брейк-данс. Ну, потому что брейк-данс, он более такой бодрый, и я люблю движения, очень много движений. Люблю их учить, разучать и сама танцевать. Существует несколько видов брейк-данса – верхний и нижний. У каждого вида свои комбинации, элементы и стили. Какие твои любимые движения в брейк-дансе? Пауэр-пуф, бэби-фриз, скраб, фриз на одной руке, включение на голове. Ты все это умеешь делать, да? Да. Для исполнения танцев нужны хорошие физические данные, отличная координация движений, чувство ритма и гибкость. Чтобы попасть на соревнования, тренироваться нужно довольно часто – три-четыре раза в неделю, оттачивая каждый элемент. В таких виртуозных движениях танцор не только демонстрирует свою силу, но и показывает эмоции и передает их публике. Сами соревнования являются скорее неким общением между танцорами, обменом энергии. Да и сам танец для танцоров очень много значит. Образ жизни – это и стиль жизни, это и то, чем я живу, и о чем я думаю каждый день. Это и мои ученики, и мои дети, которые я хочу, чтобы тоже занимались брейк-дансом. Теперь юные могилевчане, занимаясь брейк-дансом, могут стать не просто талантливыми танцорами, но и принести любимому городу олимпийские медали. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ